Xperia X10 Xperia X10 это первый смартфон компании Sony Ericsson на платформе Android. Отличительными чертами этой модели является большой 4-дюймовый экран, камера с разрешением 8,1 Мп и мощный процессор. Насколько ожидания нашумевшей новинки оправдаются, мы сейчас и посмотрим. Sony Ericsson Xperia X10 выполнен из качественного пластика с тонкой повозкой под металл по периметру устройства. Все клавиши также сделаны под металл. Собран X10 хорошо, корпус не скрипит и не прогибается. В руке аппарат немного скользит из-за гладкой глянцевой поверхности. В руке он смотрится громоздко. Впрочем, учитывая огромный экран, это неудивительно. На лицевой панели находятся три механические клавиши. Кнопка вызова меню, возврата на домашнюю страницу и клавиша назад. На правой боковой грани расположены регуляторы громкости и кнопка спуск затвора. Сверху клавиша включения, она же блокирует аппарат. Стандартный разъем 3,5 мм для наушников и универсальный разъем microUSB. Под крышкой находится литий-ионная батарея емкостью 1500 мАч. Заявленное время работы до 10 часов в режиме разговора и до 415 часов в режиме ожидания. По нашим оценкам, при умеренно активной работе с устройством, полная батарея должна хватить на полные сутки, что является не самым плохим результатом. Слоты для сим-карты и карты памяти microSD также находятся под крышкой. И для того, чтобы ими воспользоваться, придется вынуть батарею. Sony Ericsson X10 поступает в продажу в двух цветовых решениях – черном и белом. Xperia X10 на сегодня имеет самую большую среди Android-смартфонов диагональ экрана – 4 дюйма. И разрешение 480 на 854 точки. Насыщенность цветов и яркость у дисплея хорошая. Хотя в нем используется обычная TFT-матрица, а не более современная с поддержкой технологии AMOLED. Углы обзора у экрана широкие, и на солнце он практически не тускнеет. Технология сенсорного управления в устройстве емкостного типа. Реакция на прикосновение четкая и безошибочная. Из недостатков отметим отсутствие технологии Multi-Touch и ограничение цветности экрана до 65 тысяч цветов. Sony Ericsson Xperia X10 оснащен процессором с частотой 1 ГГц и гигабайтом встроенной памяти, которую с помощью карты памяти microSD можно увеличить до 16 ГБ. Но несмотря на мощную конфигурацию, устройство временами немного задумчиво. Смартфон работает на немного устаревшей платформе Android 1.6, хотя в мае 2010 года уже была выпущена версия 2.2. Недоработанность операционной системы заметна по множеству мелких эргономических нюансов, которые явно требуют исправления. В устройстве есть две пользовательские оболочки – Timescape и Mediascape. Timescape отображает все события на смартфоне в одной информационной ленте, которую можно отсматривать по звонкам, сообщениям, смс, почте, твиттера, фейсбук, фотографиям и музыке. Удобство использования этой оболочки достаточно спорно и, скорее всего, рассчитано на любителя. Mediascape более функционально. Тут находятся три вкладки – музыка, видео и фото. Каждая категория сортируется на недавно добавленные, недавно просмотренные и избранные. Для просмотра видео его нужно конвертировать в родное разрешение. Все выглядит аккуратно и информативно. Как для одного динамика, звук устройства хороший. Но, учитывая богатые мультимедийные возможности X10, хотелось бы покачественней. Тем более, что смотреть видео на таком экране очень удобно. Смартфон оснащен качественной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и вспышкой. Ее интерфейс удобен и прост в использовании. В меню есть 9 разных режимов съемки. Настройка баланса белого, функции стабилизации, распознавание лиц и улыбки. Возможность добавления геометок. Снимки получаются качественными и четкими, с насыщенными цветами. Видео записывается в формате MPEG-4 или 3GP и максимальным разрешением 800 на 480 точек. Для навигации в устройстве есть GPS-приемник с поддержкой A-GPS и две предустановленные программы Google Maps и WisePilot. Самый большой недостаток X10 – устаревшая ОС с множеством мелких и не очень доработок. Зато аппаратное оснащение устройства, а именно процессор, экран и камера, не вызывают нареканий. Так что высокая стоимость вполне оправдана. Продолжение следует...